добрый день сегодня в своем видео я хочу рассказать и показать как можно вкусно приготовить рулет с мясом который мы будем готовить на сковороде и так для этого нам понадобится фарш фарш я уже добавила зелень петрушку рубленную свежую и зеленый лук также нам понадобится морковка свежая перетертая на терке репчатый лук приправа для салатов сметана сахар соль гашеная сода в кефире и мука также нам понадобится творог 2 яйца и немного молока и так сначала я сделаю тесто а потом приступим к фаршу сейчас я возьму на блендере взобью творог вместе с яйцами и так творог я взбиваю с яйцами чтобы творог был нежный воздушный и легкий чтобы тесто было у нас очень вкусно и нежно соду когда в блюдо я добавляю кефир или сметану я люблю соду угасить именно в этих продуктах потому что она хорошо всегда гасится даже видно вот по самому самому составу кефира какой он воздушный такой процесс и бурления скажем так идут теперь я эту соду угощенную кефиром добавляю в свое тесто и опять же буду все вымешивать через блендер чтобы тесто было не такое пресное я добавлю в него где-то столовую ложку сахара для того чтобы она имела более сладкий привкус и сейчас я буду добавлять сметану в тесто и тоже все через блендер взбивать вот я добавила сметану и тоже все взбиваю чтобы оно у нас было такое нежное воздушное мягкое мы должны все взбивать сейчас я добавлю 50 миллилитров молока тоже все это взобью до однородной массы вот я уже начинаю добавлять муку постепенно взбивать это все на блендере чтобы тесто густело и в дальнейшем я буду его раскатывать и так вот я ввожу тесто добавляю время муку в тесто добавляю но постепенно густеет как только она начнет быть более таким густым я его на стол и тоже буду вместе с мукой пока он не будет готова для раскатывания на столе вот теперь уже это тесто миксером не может взбивать я его выкладываю на стол и буду дальше раскатывать его вместе с мукой пока она не будет готова к тому чтобы я его раскатала одним сплошным пластом и так вот я уже свое тесто вымесила добавила муки но уже готова для раскатывания она не липнет легко отзирается такое тесто уже можно раскатывать скалкой на столе вот я раскатала уже тесто сейчас я буду заделывать фарш чтобы выложить его на тесто и так у меня уже фарш добавлена зелень зеленый лук петрушка теперь я добавляю соли приправки не жалея потому что тесто мы сольку не добавляли только добавляли сахар чтобы она пресная немножко с таким сладким вкусом было и соли чуть-чуть дальше добавляем морковку и лук добавляем и все вымешиваем до однородной массы вот такое красивое яркое тесто и очень вкусно у меня получилось сейчас я его буду распределять по всему тесту и так вот небольшим тоненьким слоем как говорится все размазываем по всему тесту вот я фарш весь размазывала не обязательно толстым слоем и теперь будем скатывать постепенно потихонечку вот такой вот в длину рулетик вот и скатала большой большой рулет теперь я буду ножиком резать его на кусочки вот я отрезала кусочек теперь я буду вот такой вот блинчик делать и в разогретую сковородку с маслом подсолнечной и под крышкой на небольшом огне обжаривается с двух сторон вот я уже сняла первую партию приготовленных рулетиков с мясом они у меня такие золотистые получились большие пышные за счет соды вот и кушать можно их со сметанками соусами всем пока подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного интересного для себя